Корни этого всего нужно искать не на границах Крыма и вообще не России и не Украине. Корни этой всей ситуации находятся в Америке, в предвыборной кампании, которая сейчас идет в Америке. Викиликс недавно опубликовал утечку из штаба Клинтон, где черным по белому написано, что основа ее предвыборной стратегии это противостояние с Москвой. То есть она будет пытаться набрать очки на традиционной такой американской русофобии. Следовательно, нужно, чтобы постоянно возникали горячие точки напряженности для того, чтобы показывать всем американским зрителям, какой Путин злой, какая Москва злая и так далее. Это примерно то же самое, что делал МакКейн, когда в 2008 году попросил Саакашвили напасть на Южную Осетию, чтобы потом набрать несколько очков предвыборной своей гонки, заявить, что я грузин, я помогаю Грузии и так далее. Вот сейчас Клинтон всеми силами будет нагнетать напряженность. Украинская сторона послушно будет это все исполнять. Это будет и в Донбассе, это будет и в Приднестровье, и в Крыму, и во всех остальных местах, докуда Украина может дотянуться, тоже будут самые сильные и так далее. То есть будут создаваться постоянные провокации, а обвинять в них будут российскую сторону. А Клинтон будет верещать на весь мир о том, что она спасает мир от Путина и что нужно за нее проголосовать. Вот отсюда нагнетание этой всей напряженности происходит. Видите, эти все провокации создают на границах. Потому что делать какой-то теракт внутри Крыма, это значит себя подставить перед мировой общественностью. Мы сейчас видим, что есть террористы, которые в Мюнхене, в Ницце, в Париже что-то взрывают. Мирных людей. Если украинцы будут делать то же самое с мирными людьми, то они поставят себя в один ряд с ИГИЛом, с террористами и так далее. И обвинить Путина в том, что он сам что-то в Крыму взрывает, конечно, невозможно. Это противоречит смыслу тогда этой предвыборной кампании Клинтон. Им нужно создавать напряженность именно на границах, для того, чтобы обвинять именно Россию. Не случайно, кстати говоря, немецкие, английские журналисты внезапно оказались там, как раз в Крыму, именно в этих местах. И именно на тех вот постах, переходных пунктах, которые там были. И как бы они типа выясняли, почему их там закрыли, почему там плохо пропускная система работает и так далее. То есть они как раз ждали материал для съемок соответствующих, для того, чтобы что-то там поснимать берега, так сказать, Черного моря. Какие-то, так сказать, машины, каких-то людей в камуфляже. Уже, значит, уже заранее, кстати, несколько дней перед этим они говорили о каких-то мифических перемещениях военной техники в сторону границы. То есть сейчас будет складываться такая картинка. Вот несколько дней назад мы говорили о том, что Россия перемещает туда технику. Потом Россия закрыла пропускные пункты. А потом Россия на них и напала, на Украину. То есть это не диверсанты с Украины шли, а это Россия совершила какую-то там провокацию. Что еще раз свидетельствует об агрессивности Путина. И, соответственно, все добрые люди должны проголосовать за Крым. Редактор субтитров А.Семкин